Мы не призываем ни к чему незаконному, мы не призываем ни к чему агрессивному, разрушающему. Но пока мы сидим дома, что говорит нам телевизор? Все, всем довольны. Всех все устраивает. 90% поддержка Путина. Единая Россия — это партия стабильности, она приносит нам успех и процветание. А теперь, народ, будьте бдительны! Будьте бдительны, народ! Не бойтесь сатанистов! Посмотрите, что он делает с оппонентами. Путин, да, царь? Посмотрите, что он делает. Он кого-то травит, кого-то выживает из страны, кого-то убивает на Москворецком мосту, кого-то сажают под домашний арест. Очень хочется пожелать, чтобы такие санкции дали нашей кремлевской группировке, чтобы они не знали, куда деться. Я поем черный хлеб, но чтобы эти твари не знали, куда деться со своими миллионами. Друзья, большое спасибо всем, кто пришел. Вы молодцы. Нас сегодня радует погода, все-таки дождь не льет. Нас больше, чем в прошлый раз. Нас уже больше сотни. Кто-то приходит, кто-то уходит. Не могу четко определить, сколько нас сегодня вышло. Но должно быть гораздо больше. На днях прошла акция в защиту Москворецкой набережной, где корпорация Ташир собирается построить уродливый комплекс. Там приняло участие 300 человек. Ну, говорят, ты 300, 500, несколько сотен. Но этого мало, чтобы их заметили. Всем плевать. Когда крутятся миллионы и миллиарды, 300 и 500 человек не повлияют. Меня спрашивают, проблема вакцинации. Почему москвичей не спрашивают? Меня спрашивают, проблема цифровизации. Почему москвичей не спрашивают? У нас в городе есть активисты против этой проблемы, против другой проблемы. У нас есть активисты, кто борется против политзаключенных. Здесь выступали люди в поддержку Фургала, в поддержку Платочкина, в поддержку Олега Шереметьева. У нас оппозицию давят и прессуют. Ну, почему мы не можем выйти сюда все вместе и сказать свое веское слово? Почему люди, которые беспокоятся о чем-то, не могут найти группу ВКонтакте, найти единомышленников, прийти сюда, собрать подписи? Я готов свою подпись поставить по петиции против цифровизации, нас не спросили. Против вакцинации, нас не спросили. Против дистанционного образования, против пенсионной реформы. Да у нас проблем выше крыши. Но почему мы сидим по кухне, мы молчим? Мы чего ждем? Ребята, выходим кормить голубей. Пока здесь не используется единая какая-то символика, пока здесь нет никаких плакатов. Пока мы просто общаемся, записываем это на камеру. Это не митинг, это не пикет. Это просто прогулка кормления голубей и встреча с друзьями. Второе. Скоро выборы. Вы можете сказать, вот они все по делу фальсифицируют. Кремль сейчас конкретно в шоке. Они боятся того, что произошло в Хабаровске. Почему произошел Хабаровск, за которым мы два месяца наблюдаем? Они выбрали своего губернатора. Может быть у него есть какие-то проблемы, грехи, недостатки. Но они его выбрали. И теперь они за него спрашивают, куда вы его отняли? Это наш губернатор, верните нам его. Если он виновен, давайте суд будет проходить здесь, в Хабаровском крае. Простые требования. Но если бы они сидели дома, если бы они не пошли голосовать против Единой России, в данном случае за ОДПР, они бы сейчас не поддерживали фургала. Они бы не выходили на эти митинги и шествия уже второй месяц. То же самое Беларуси. Люди голосовали, и они сейчас отстаивают свои голоса. Если мы сейчас будем сидеть дома, а сколько мы будем сидеть дома? Нам какой нужен повод? Обязательно идем 13 сентября, голосуем против Единой России. Заранее узнайте, кто в вашем городе, в вашем регионе представляется наиболее перспективным кандидатом из оппозиции. Алексея Навального, судя по всему, скорее всего отравили. Что это значит? На его команду сейчас будет осуществляться давление. Наверняка за прошедший год у Кремля появились инструменты против умного голосования. Оно, может быть, не сработает. И вы не получите 13 сентября СМС-ку с именем кандидата, за которого стоит проголосовать. Заранее, сами ознакомьтесь. Если у вас есть возможность, станьте наблюдателем на этих выборах. Сами проконтролируйте, что и как там происходит. Возможно, при пересчете вы увидите пачки вброшенных бюллетеней, заполненных одинаковой рукой, проставленных галочек. Это же все видно даже невооруженным взглядом часто. Станьте активными. Выходите кормить голубей. Делайте репосты в интернете. Пишите комментарии в интернете. Под этим видео пишите, под нашим видео пишите, под всем. Участвуйте, распространяйте информацию, общайтесь с вашими родственниками, коллегами. Но старайтесь при этом быть как миссионером в церкви, как опытным пропагандистом. Будьте приятны. Не капайте людям на мозги какими-то штампованными лозунгами, фразами, истериками. Вот они все сатанисты, продались. Иногда это хорошо, но в основном нет. Будьте умны. Учитесь. Учитесь убеждать людей. Нас должно стать много. Мы должны выйти с кухонь, на которой мы сидим и что-то тихо обсуждаем. Мы должны выйти на улицу. Только тогда нас заметят. Мы не призываем ни к чему незаконному. Мы не призываем ни к чему агрессивному, разрушающему. Но пока мы сидим дома, что говорит нам телевизор? Все всем довольны. Всех все устраивает. 90% поддержка Путина. Единая Россия это партия стабильности. И она приносит нам успех и процветание. Они это говорят на полном серьезе. И пока мы сидим дома, нам даже нечего возразить. Ведь сколько здесь собралось народу? Ну чуть больше сотни человек. Ну значит нас нет. 100 человек? Считайте нет. Запомните это, поймите. Выходите кормить голубей. Пушкинская площадь каждую субботу. Центральная площадь вашего города. Мне присылают, что в ряде городов людей штрафуют, задерживают, арестовывают. Я еще раз повторяю. Никакой звукоеселивающей аппаратуры раз. Никаких плакатов два. В Хабаровске вышли тысячи, десятки тысяч человек. Им уже можно говорить в мегафоны. Им можно нести плакаты. Пока нас выходит 100 человек. Спокойно, тихо. Никаких противоправных действий. Ну это только начало. Спасибо. Будем надеяться, что это начало. До новых встреч. Спасибо. В Хабаровску, в Красноярску, в Сибири, в Чувашии, чтобы народ держался, не опускал руки, не боялся, не надо бояться никого. А нас должны, нас все равно больше, чем этих сатанистов, проклятых, богом проклятых сатанистов. Они все дети сатаны, сосущий свой народ, уничтожающий свой народ, питающийся все эти десятки лет плотью и кровью собственного народа. Это наша власть нынешняя. Эта власть породила, прошлая власть, вот так она идет. Она не меняется, она просто меняется внешне. Будь она проклята, народ должна, ее завоевали в 17-м году, кровь пролили по всей стране для народа, а народ шиш получил. А теперь народ, будьте бдительны, будьте бдительны, народ, не бойтесь сатанистов. Бог с нами, Бог любит правду, за Богом правда, а мы должны с вами идти к правде. Спасибо. Меня зовут Клокова Наталья, я являюсь племянницей Николая Николаевича Платошкина. Он мой двоюродный зятя. Я хочу сказать, что мы с ним политические детомышленники, в том смысле, что я против того режима, который сейчас у нас в стране. Подождите, подождите, вы же родственники Медведева, правильно? Нет, по Медведеву. В интернете же все знают, что есть фотография Платошкин маленький, Медведев маленький. Нет, глупости какие, нет, конечно. Вот мой отец, двоюродный брат Николай Николаевич, да, у нас общий дедушка. Я хочу сказать, что спасибо, во-первых, всем, кто пришел, вы большие молодцы. Молодцы, молодцы, что вы неравнодушные, молодцы, что вы приходите, что вы проявляете беспокойство. Молодцы, что вы консолидируетесь, объединяетесь, выступаете, да, вы, мы, да. И я тоже, вот, видите, пришла и поддерживаю сейчас родителей Николая Николаевича. Николая Николаевича тоже передают там определенные передачки, приветы, да. Я хочу сказать, что нужно бороться, нужно подниматься и нужно выходить. Посмотрите на Беларусь, посмотрите на Украину, посмотрите на то, что власть принадлежит, согласно Конституции, единым, единственным властителем, имеющим право менять страну, является народ. Народ. Согласно 31 статье Конституции, люди имеют право выходить мирно и без оружия и выражать свою политическую волю. Политическая воля российского народа совершенно подавлена, совершенно уничтожена. Людям в мозги через телевидение вливаются определенный пропагандистский продукт, вы все это знаете. У этого режима не вечный срок, он когда-нибудь падет, но он не падет без политической воли каждого из вас. Посмотрите, что он делает с оппонентами. Путин, да, царь, посмотрите, что он делает. Он кого-то травит, кого-то выживает из страны, кого-то убивает на Москворецком мосту, кого-то сажают под домашний арест. Разве это? Ни разу не вышел на политические дебаты, сколько раз он участвует в выборах, он ни разу не вышел выступить перед своим народом. Он считает это ниже своей, ну, что ли, я не знаю, что он там считает ниже. Его оппоненты недостойны слышать его. Они небожители. Да, они небожители, понимаете? А мы для них, мы для них просто, ну, рабы, я считаю, дочеры. Серая масса. Серая масса. Сейчас на территории России речи нет. У народа нет выбора. У народа нет реализации права выбора. А ведь это одна из основных ипостасей вообще демократии. Право выбора, право свободных, независимых, демократических, политических выборов. Этого нет. Кроме того, в России нет независимых судов. Вы видите, что сейчас происходит в Подошкином, да, как его судят? Дело сфабриковано, как и десятки, десятки дел против оппонентов путинских, да. Нет никаких независимых судов. Они принимают и прописывают те решения заранее, которые сверху им спускают. Ведь это тоже одна из ветвей власти, которая должна быть независима. Конституционный суд абсолютно разрешает принимать любые поправки Конституции, да. У Путина вообще зеленый свет, вообще везде. В судах, в Конституционном суде, везде. Но ведь есть... И на сколько лет? Да, и на сколько уже лет? Но ведь есть... И еще на столько лет. Это же ужасно. Если я нуленью, это... Да, это же ужасно. Ведь они же держат народ за дураков. Ведь вы же не дураки. Ваши родственники. Проводите работу со своими близкими, со своими мужьями, женами, детьми и родственниками. А раскрывайте глаза им на то, что происходит в стране. Ведь только вы сможете что-то здесь изменить. Пока Платошкин сидит, пока Навальный отравлен, пока Немцова не вернешь там, да, убитый. Я сейчас просто оппонентов путинских называю. Ведь со всеми расправляются. А где правда? Политковская. Политковская тоже была отравлена. Карамурзу отравили два раза. Щекочихина отравили. Сколько было отравленных, убитых, да, и выжитых из страны. И что, а всех остальных он держит за быдло, за черни. Поэтому я вас призываю, вы молодцы большие, боритесь, не сдавайтесь. Ведите работу каждого со своим маленьким электоратом, со своим маленьким окружением. Пишите в соцсетях, публикуйте в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, кто где. Боритесь за свою страну, за будущее своих детей, за будущее своих внуков, у кого есть, да. В общем, большое всем спасибо, извините, что я так взбивчива. Вот, а мы наоборот очень простые. Проблема такова. Фургалу лепят еще миллиарды украденных денег. Ну, то есть, не травим, но держим и будем обшивать дальше миллиардами, которых нет и которые обнулили все на свете. Азовсталь работает теперь для Ротенбергов, но не успокаивается. 9 сентября в Османный суд Москвы нужно прийти и сказать свое, показать свое отношение к провластному суду, к купленным судьям, к таким же адвокатов у него нет, к таким же наблюдателям, которые нам говорят, что он начал заниматься спортом, и у него все хорошо. Я им написала в WhatsApp, я желаю, чтобы у вас тоже все было так хорошо, как у Фургала и Сидельцев по его делу. Мне не ответили, почему-то. Приходите 9 сентября. Нас все равно мало, это не Хабаровск, это жаль. Москва не реагирует на Фургала, половина считает, что он там украл, у него там полокоть, руки в крови. Если бы это было так, за него бы не стоял весь Хабаровский край. И не будем забывать, что выходят просто люди, ни в тем не проплаченные. Там куча родственников, которые сдали его еще, пока он был врачом в больнице. 10 лет в районной больнице, товарищи, это уже пот. Путин не может простить ему вот это, что он десятый сын в семье из князя, выбился в князя из грязи. Этот наш одуванчик, его прям трясет. Вот Навального отравим, этого посадим, все в орье. А Кремлевская ОПГ все честные люди. И мы все понимаем, что они честные. Пробы ставить негде. Уже хочется послать какую-нибудь ракету с приветом. Так просто нету ее. Вы имеете в виду фейерверк? Да, я имею в виду вот большой вам привет. Честные вы наши люди. Позор. Вот за Навального стыдно перед всем миром. Они даже говорят, а нет оснований расследовать. Каша, а какое основание? Мы сами с ним разобрались по-пацански. Все нормально. Какие основания для суда? Очень хочется пожелать, чтобы такие санкции дали нашей кремлевской группировке, чтобы они не знали, куда деться. Я поем черный хлеб. Но чтобы эти твари не знали, куда деться со своими миллионами. Чтобы звери уважали выбор людей. Вы хотите все кормить голубей. В каждом городе, на каждой площади, кормите голубя. Мы просим о помощи. Чтобы звери уважали выбор людей. Вы хотите все кормить голубей. В каждом городе, на каждой площади, кормите голубя. Мы просим о помощи.